Вот это вот готовится сегодня девочка, мне сейчас 8 лет, Железова Валерия Сергеевна, моя внучка, она продала две брошюры по 100 рублей, вот, и еще две, еще собрала пол ведра сливы, я пол ведра сливы, на косточке, мелкой сливы, на подвое, я заплатил 200, и еще она продавала, я учил продавать, было две компании, дорогие книги не потянули, но две брошюры купили по одной, вот, и я говорю, что мне не стыдно учить детей работать, не стыдно, не научимся, не завтра пропадем, бездельников у нас миллионы, вот, теперь так, эту фотографию я сделал, вот это вот 50-граммовый плод, это который я вам буду рассылать, буквально через несколько дней, так, время пришло, а косточка очень маленькая, потому что я заранее больше прыгал, и здесь идти один скажет, что прислали, это же косточка такая малюхонькая, значит, плоды малюхонькие, вот, вот, пожалуйста, специальную фотографию взял, вот, еще раз быстренько, Тускобилово, Тускобилово, мой друг, вот, значит, плодовая косточка культуры на юге Среди Сибири, это обстоятельная работа, обстоятельшая работа, многолетнее исследование, вот, горжусь 30-летним дружным, видите, какие у меня друзья, вот, видите, а вот это его телефон, он за свой счет 200 книг ждал, вот, только один человек у меня позвонил, спросил много, 8 927 2617 15, пожалуйста, не может быть, что это, ну вот, кто-то уже сейчас должен собирать эту библиотеку, то есть, в моих этих, их всего 4 книги, 4 моих, бумажные, плюс это брошюра, и плюс Тускобилово, и уже, по это, ботно эти две книги, которые даже у меня ни одной из двух нет, одну он мне дарил, так и где она теперь, пошла по рукам, исчезла до следов, кто-то должен собирать современную, те книги, по которым действительно может что-то вырасти, призываю вас, купите, не пожалеете, особенно серьезных людей призываю, Железов, уважаемый, вы внесли большой вклад, вот, Тускобилов, спасибо ему за добрые слова, вот, я гружусь вот этой вот автографом, вот он, Тускобилов, Сергей Железов, который науке не нужен, вот, он не пропадет с таким питомником, не пропадет, наука у нас пропадает, но же свежая сила, настоящая, не вот эти, которые у нас шикарное образование, и учат коричьи деревья, вот, вот, что нам нужно, видите, а дальше так, исследователь Тускобилов, глубокой пенсии, и больше этого делать не может, вот, знаете, как он собирал коричьи, да на рынок пришел, а там вот такие вот эти, у кого-то еще лучше моих есть, были, вот, ну, тут же начинается, ну, пожалуйста, дайте адрес, дайте телефон, я приеду, я веточку срежу, может быть, я немножко костик наберу, и собрал сотни, если не тысячи, у меня такое досье, кому нужно, а воды идут, она все меньше, а как сейчас попасть в водную, которая на том свете, вот, а броски, это, на том свете, и сада того уже нет, дом пошел, вот, по рукам, вот, вот, кому обращаться, вот я пишу, мы осиротели, единственная кошка в внешний мир был, приедет Тускобилов, пока я ему рассказываю, он слушает, он молодец, ни разу не перебивал, привозил молодых ученых, пожалуйста, вот вам железо, дружите с ним, пожалуйста, он вам все, он вам это, ни разу, по второму разу никто не приехал, не те люди, вот, вот, это, это, это та самая, далее, мама Тимошки, моего любимого внука, вы знаете, одно время так раскрутил, что ему много людей привет передавало, вот, почему здесь фотография, да, начался на нее, это еще те времена, когда еще цветов, этого фотоаппарата не было, цифрового, видите, старая пленка, вот, ну, что, не видно, она, знаете, чем, мне иногда говорят, так что, нашел одну фотографию, выводы делать, да, у меня всю жизнь, у меня наблюдатель, еще раз говорю, я никакой недели, наблюдатель, чек, я всегда написал, что, я увидел первое когда-то, что бутон, букет, святого растет на кончике веток, я тут же раз в голове, а там написано на приростах 2-3 года, как же так, тогда я давай специально наблюдать, может, случайно один видел, это последний в моей жизни, а потом я вам уже показал за все время, добрую сотню фотографий, еще одну нашел, а знаете, чем она отличается, простите, мой конек, итак, на подвой, на Сибирку был привит мощнейший саженец, под названием, ну, получился саженец, привил веточку Жигулевского, а Жигулевское, это мощное дерево, получилось 10 веток, вот, 9 из них я привил, и у меня, к сожалению, надо найти осенние фотографии, то есть это весенние, а еще осенние, и вы увидите там, что у меня все до единой, 9 сортов, не считая Жигулевского, 9 сортов, дали плоды, всякое разное, и все это на дом дерева, это был мой самый удачный дерево сад, почему, я говорю, удачный на один год, дальше что случилось, на следующий год он не проснулся вообще, он был мертвый полностью, почему мертвый, я себе веток не брал, я его не халечил, ну, наверное, 10 сортов на дерево, это перебор, но я не об этом, перед вами 9 сортов, все цветут, все 9 сортов на кончиках веток, ну-ка, разуть глаза, это я не вам, это тем, кто говорит, что надо это обязательно в ветке укорачивать, ну, каждый сорт дает приросты, вот они, вон приросты, вот приросты, вот, вот, вот смотрите, по углам, вот так плохо видно, вот смотрите, я же ничего не придумал-то, 9 сортов прекрасных яблони, я на привал, и все дали это, на кой черт отрезать кончики веток, на кой черт калечить дерево, ведь это же рано, и у меня буквально сегодня очередная команда, то есть сегодня были двое, один из Минусинска к Сергею приехали, а второй из Абакана, кого-то из них двоих я повел угощать суперсливами, а так называем, вот, и мы идем мимо колновидной яблони, вы увидите, фильм завтра-позавтра выйдет, вот, колновидной яблони, все прекрасно плодоносят, все прекрасно здоровенькие, а на одной ветка вот такая, вот, вот здесь отрезана, и ниже мертвая, вот так, мертвая-мертвая, и мертвецына пошла до самого штампа, я говорю, видите, один раз мне, ну, дай веточку, ну, дай, это знаменитый баргузин, это сказка, это чудо, я достал веточку баргузина, как ману небесную, как это, как золотой слиток, и у меня баргузины пошли, я угощал, говорю, спрашиваю, вот сегодня, сегодня, вкусно, вкусно, и единственная ветка, я говорю, посмотрите, все остальные ветки, это кино, уже тысячный пример, и не было случаев, я всегда показываю, мертвая, это отрезанная ветка, укороченная на это, ради прививки, отрезан ширинок, там, полметра, 30 сантиметров, и все это мертво, но только на отрезанной ветке, и никогда на целой, и у меня, например, сотни, 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 они все режут и режут, а главное, они даже не знают, что дерево-то мы не просто отрезаем, вот, нарядный вид будет, на хрена этот нарядный вид, когда эти самые плоды отрезаются, а вот заставить их вот в это время, вот, извините, моя любимая тема, вызвать спецназ, нужен начальник такой, у, которого прав, это, как Путина, немедленно спецназ, проверить, железо прав нет, вот идет светение, вот их к железову, давайте, дайте секретарь, пусть отрезутся с этими, прямо с цветами, не хотят отрезать, да какого хрена учат-то отрезать, пока еще не спит, вот это вот момент, вот нашел еще одну фотографию, а вы скажете, повторяю здесь, а я каждый раз нахожу новое, мне нужно доказывать, 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 так, сейчас мне надо пойти на кухню, а, уже осталось 30 минут, нет, еще будем считать, что у нас 40 минут, до этого, до первого, я хочу пойти на кухню и налить горячего чая, сейчас, Питер у него что напишет, вопрос, как правильно поступить, с полугодовалыми саженцами обрекоса питомники, ну, то есть, сейчас, уже август, где-то уже начинаются перешатки, вот смотрите, у нас стоит очень теплая погода, мы, правда, обещали заморозки, вместо заморозков плюс 25, теплые невероятные, но, уже несколько дней, а, может быть, недель, саженцы продаются объявления, где тысячи, тысячи саженцев с зелеными местами свезено в этот там адрес, даже говорить не хочется, потому что там одна туфта, ну, в Абакане есть такое место, и как раз вот полгода им исполнилось, и у человека уже забеспокоился, он спрашивает, первое, осенью пересадить на постоянное место, и весной привить. Да, Сергей, так делается, очень на постоянное место, я подготовил фотографию на весной привить, годится, но это иначе, это единственный вариант, привить на месте и через год пересадить, ну, приводя, я же уже весной привить, еще время привить, это, конечно, июля, начало августа, но мы не будем об этом говорить, как говорится, не привыкать к плохому, поэтому мы этот срок упустили, и слава Богу, а вот придет март-апрель, март на юге, апрель в средней полосе, май на севере, вот так вот, апрель-май, нет, март-апрель-май, вот, значит, можно подождать весны, привить на месте, и через год пересадить, тоже неплохой вариант, вот, хотя, пересадка, каждый вредит, а осенью мы пересадим, саженец, который на год моложе, и корни у него меньше, если мы однолетний привьем, значит, корни повредим, все равно, не бывает такого, так, а пока горшок мы держим пока в скобках, так, памяти, а пока просто говорю, осенью пересадить, весной привить, привить на месте, через год пересадить, но он будет уже, мощнее, а через год пересадка, он уже практически двухлетний, ну, полуторалетний, учитывая, что прививка, она получается однолетняя, ну, в общем, не буду придираться, но и подвое продолжает развиваться, третий вариант, выкопать, посадить 10-ти петровый горшок, вот, и вернуть обратно, то есть, вернуть обратно, я понимаю, закопать, вместе с горшком, так, нет, весной привить, и пересадить осенью, вот тут я начинаю придираться, ну, весной привили, пересадить осенью, а почему выкопать, посадить 10-ти петровый горшок, посадить, и привить уже на месте, чтобы вот этого не делать, у вас две пересадки, а зачем две, вот, и так получается, это практически, я, это, возвращаюсь к первому, поэтому, варианты тоже не исключаю, так, вот, вот именно, что держать лишний год в горшке, это бывает, как какие-то жизненные обстоятельства, я не понимаю, поэтому, третий вариант, я не исключаю, ну, а 416 миллиметра, это полтора сантиметра, ну-ка, ой, 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 это толще, чем мои партии, вот это саженцы, теперь, когда я готовил эту тему, я целую неделю сюда готовлюсь, долго готовлюсь, вот, тем более, тысячи фотографий подобрать надо, я наткнулся на эту фотографию, это наш рынок, кто-то из наших продавал черенки, уж не бодно ли, Борис, потому что я помню, а если по фотографиям догадаться, у него сувенир Востока, Ника, или, или, Туторов Володя, волшебник, ну, вот так по, по это, по наименованию, по этому, скорее всего, это Туторов, вот, но, почему я говорю, это не так важно, чеченки, важно другое, уже был последний разговор, перед смертью, там доставалось, там, аж месяца два, до и руки, если преждевременная смерть, таких людей надо лечить, кривлевская, это, таких, как, выдающихся, поставили, вот, паспорт, вот, книга специальная, называется, у нас есть классная книга, для тигров, да, для прочих этих, вот, помните, эти, эти самые, снежные башни, а она, ну, красная книга для людей, там было написано, Бондарь Борис Осич, вот, выдающийся, этот самый, садовод, сколько дней, вот, и, естественно, привилегия, лечение, кремлевской больницы, может, он и сейчас был бы уже, и вот, когда он уже, смертельно больно, со мной, последний раз раз разговаривал, он сказал, больше всего, я не терпелся, а, вот, из садовода, что, песня, что ли, большая, или садом сорвали, а, ну, догадывайтесь, вот, он говорит, больше всего, я не терпелся оскорблений, когда черенки продавал, а я не говорю, что это его, возможно, это тот орвал, вот, может, еще кого-то, вот это мне навеяло, что он продавал черенки, уникальную сорту, а его оскорбляли, ну, не все, конечно, что это было, это самое, садится бы продавал еще, а это что, мусор, хорост, поняли, да, а теперь давайте смотреть, я подобрал, вот, к этому, письмо, сейчас пересадить, весной привить, привить на месте, потом пересадить, выкопать, деситровый горшок, вернуть обратно, я пойду закопать, весной привить, пересадить осенью, тоже неплохо, вот, все перебрал, самое интересное, что все это мы используем, и я, а теперь Сергей, вот, я еще сюда добавил, проверка за столом, очень удобно, если я могу вырастить, садится, вот с такими коленями, мне сам черт не брат, и горшок уже не так обязательно, смотрим дальше, вот это было посажено в сентябре, обратите внимание, остатки листвы, вот, уже, видите, черная земля, черный пар, это значит, земля была заради перекупана, и это не выросли тут, нет, он, полуно листья упал, видите, белые листья, вот они, в смысле, выделяются белым цветом, вот, а они, под такого питомника, где вот так рассадят, они уже рассажены, для прививки, и как видите, никаких горшков нет, значит, они будут привиты весной, и уже осенью, вот как этой осенью, фотографию, видите, опять, уже начали у Сергея покупать, самые нетерпеливые, есть такое, я это называю, осеннее обострение, в хорошем смысле, смотрим дальше, пришла весна, это они же, вот даже где-то остатки листья, видно, осенние листья, осенью упали, пришла весна, я подобрал фотографии, это не лекция, там бы более четко, но я говорю, на моей лекции, бы уснули, вот, как правило, смотрите, пальцы на земле лежат, то есть приват так низко, сколько позволяет, вот эта толщина пальцев, вот это есть, почему, ой, сейчас опять говорит, все преимущества, черенок взят с нижней части ветки, прививка как можно ниже, чтобы почка, которая напрямую, не обгоняла по возрасту, почку подвоя, вот, это, кстати, заметили, заметили, и вроде бы, холмов не делал, а они сами получились, склон есть, есть, копали, посадили, продаптали дорожки, ёп, смотрите, ну, холмы не холмы, но гряды готовы, вот, вот, посадка в горшки, и прививка в горшки, когда экономия, такое бывает, одна почка, но, как правило, две, даже три, то есть, когда две, три, вы же понимаете, шансов больше, я сегодня забыл, я показывал сегодня фильм, так, и там у меня, на молодом апрекосе, на высоте, скелетную ветку, вертикальную, их там, вот так бывает, растут почти все вертикальные, вот, в одной из них, прививка, была у меня, слива, которая называлась суперслива, это значит, венгерка, вот сейчас спросите, богатырская или, или, срочинская, не помню, но не важно, венгерка, так, и, прирост этой венгерки, я помню, фильм вы увидите завтра, послезавтра, он прирост 2 метра, массивший прирост, то есть, она, он даже умудрилась, венгерка, однолетние ветки, абрикоса, полтора дали, а она 2, массивший прирост, и она, она хорошо прижилась, и явно, стопроцентно, приживаемость, а я там же уже в фильме учил, а у меня уже второе поколение, меня Чернобаев затул за пояс, но ненадолго, надеюсь, вот, он начал прививать на культурные абрикосы, но я на культурные не посмел, у меня к ним это холодиль, я привел на это, на сяре, на манчжурца, на манчжурца я привил, кажется, королевский, на королевский привил, все-таки покрепче, чем прямо он взял, на бай привил, а бай прямо из земли, то есть на сейне с бай, и вот, а у меня получилось, вариант пожестче, вот, и, два метра просто, шикарнейше, и на фотографии, ой, в фильме это видно, но там плохо видно было, а я потом фотографию сделал, там, я две ветки вставил, то есть, вот там была вот такая, вот это все-таки, мощное основание, вот так, вот скорее всего, вот такая вот была, я вставил две веточки, и одна, вторая стоит рядом, мертвая, прямо аж вот так, отклонилась, торчком, и там, конечно, рано есть, но судя по тому, как пошел двухметровый прирост, красавец, я прямо аж гордился, вот этой работой, что уже второе поколение, прививки, сливы, а это межвидовые прививки, вот, что сильно похожи венгерки, эти самые, на абрикосы, и ветки, и листья, и плоды, сильно, да ничего общего, а ведь второе поколение, и уже действует мое, это, виртативная гиблизация, и в купе с этим самым, со своими менторами, вот пора, вам никто так приходит, вот, Хонин он меня уже понимает, вот, уже не только из белоруса меня понимает, украинцы меня понимают, и в России много у меня учеников, как добраться до самого верха, я не знаю, ведь потом сделаю фотографию, пометит, но это же чудо, это такое просто, а ведь это второе поколение, а если первое бы давало метр, а несколько мертвых, а несколько живых, а это второй год, вот он, вот это что-то так, ладно, идем дальше, и так, еще один пример, прививка за столом, вот это в юношу, он был еще юноши, я уже учил, видите, прививка за столом, лучше всего, шли груши, просто идеально, 100 привив, 100 живых, здорово, да, вот, но почему лучше, тут же не моя вина, не моя победа, их чаще у суриска груша, совместима с большинством культур, миши груши, ай, сейчас я вам покажу, секунду, что я не догадался-то, так, вызовали долом, а я сейчас пару груш принесу, из холодильника, решил осеннюю немножко оставить себе, набил все эти карманы в холодильник, сейчас, все эти карманы, вот, чем я горжусь, если братья были, мы вынуждены гордиться канадскими сортами, американскими, китайскими, а по грушам, где кто отметил, где кто поставил памятники нашим отечественникам, Ефимову по этому самому, Яковлеву, как бы это случилось, что шикарнейшие груши, вкуснее которых, вообще нету природы, ничего вкуснее вот этих, смотрите, память Яковлева, да, она еще осенняя, я вот сейчас снял пару ведерок, кое-как распихал по карманам, по холодильнику, есть такие карманы, знаете, вот, чтоб месяц-два полежали, чтоб вкус не забыть, и как это могло, вот видите, это я груши поливаю, вот, проходит несколько лет, ой, сейчас это самое, искать, ладно, поверьте, вот такие вот красоты, а, чем уже я их показываю, вот эти груши, вы видите, это чудо, хотели бы свесить, но у меня же маленькие миссии электронные, батарейки сели, жалко, для этого, жалко, поняли, да, и главное, что осень Яковлева, сладчайшая, память Яковлева, сладчайшая, нарядные фильмы, гран-при, ну, что вам еще надо, ну, этим гордиться надо, распространять надо, а то вы понимаете, как получилось, где-то алтайские вывели, 5-6 сортов, красиво не вряд ли, они пошли по красоте родителей, а по вкусу не пошли, а люди выращивают, а потом есть их не могут, тогда что получается, можно как-то переходить на вот эту красоту, там можно, ну, по югу в Сибири можно, в Дальний Восток можно, на Урале-то там теплее, я показывал таблицы, средне-зимняя температура, но в реале значительно теплее, я имею ввиду, это самое, средний-южный Урал, вот высказался, но это я так, а я опять отвлекся, время прививки, вот когда вот так прививаешь, когда вот так прививаешь, вернулась зима, ничего, там все живо, в бутылках, под бутылками все живо, часть еще не успели закопать, часть закопали, но главное, первые лучики солнца, и она пошла, ей лето надо, чтобы она была полноценное дерево, а сибирское лето, а без этих хитростей-то, как, а? А если я придумал эти хитрости, если мы начинаем, мерзнем, мокнем, я все же мерзну, ну, разве можно было нас пинать, можно было нас мордой обстолк, а? оскорблять, ну, почему не сказать, спасибо, учитель, посмотрите, что это, яблони, это все лагины в корнеотводке, лес за рожжевыми, вы поверите, что вот тут вот, в совершении, что тут корней практически нет, и вот они уже прививают, и сразу садят, а результат я вам потом показывал, помните, эти мощнейшие корни, и умудряется полтора-два метра вверх вырасти, и мощнейшие корни, почему? Да еще на сибирке, почему? потому что фундамент был подготовлен, четыре, пять поколений выросло, вот тот матовый сад, там все яблони молодые, очередное поколение, стоит только совместить, дикие подвое, с культурным плеваем, все, все проблемы решаются сами, а это да, вот температура 0 градусов, вот снег сходит, а вот так вот, зато ищем гордиться, а потом придет зима, в осень не удастся продать, три четвертую часть, остальное перед зимой, за них хрена им не будет, ни разу питомник не погибал, ну это уже так для количества, выкопали, посадили, смотрим, приходит весна, дальше, начинается так, ах не успели, хорошо, когда успеваем, тогда он становится на колени, и прививает, хоть вот эти, хоть в коржках, но горшки закопаны, сейчас покажу, это я как бы человеку на вопрос отвечаю, но главное, как можно больше корней, отрезаем половину кроны, по двой, ждет весны, отвечаю на вопрос, вот, сюда смотрим, и наконец сюда смотрим, вот и все, ваш третий вариант, согласны? ваш третий вариант, вот я, я все три одобрил, вот так и смог ответить, а не то, что с одной стороны, с другой стороны, коровы, да и так идут, и, я на тусах, она на афонографии, еще раз скажу, ребята, самое страшное, это осенняя обрезка, это страшнейшая, ошибка, вот, это люди, совершенно не приспособленные, к жизни в России, как садоводы, люди, которые переписывают, не глядя, которые, вот сейчас пришла осень, им надо заработать, и они будут, это делать, это, страшная вещь, помните, при саде хозяйства, покупайте живицу, дальше фотография, этого тюбика, живицы, допустим, она настоящая, и обязательно обрежьте осенью, а потом забавьте, а зачем осенью резать, и вот у меня есть из фотографий, это случилось один раз, мы же не просто обрезали, мы пересадили, их пересажено было сотни, так, вот они, абрикосы, их сотни, и один раз мы ошиблись, это значит, что после пересадки, видите, ини, поглядитесь, это ини, ничего не выдумывают, вот он ини, смотрите внимательно, белые листья, видите, это ини, вот, а днем плюс 20, вот так, а я, у меня же там эти, вот так наводишь, когда, вот эту стрелочку, и видишь дату, 28 октября, уже когда лист сброшен, уже все, к зиме готово, все, не пересаживал бы, а вот пересадил, надо обрезать, и обрезано было слишком сильно, для того, что, ну а как я могу погоду угадать, и вот получилось, что они проснулись, перед зимой, а в нормальной жизни, опять, правильная обрезка, осенью, 300 тысяч просмотров, миллион просмотров, полтора, два, три, и есть 4 миллиона просмотров, да, Юрий Владимирович, ты мне ролики присылаешь, как ты, терпения у тебя хватает, а я смотрю, у меня все ближе инфаркт, ненавижу это, тут я ошибся, почему, да, потому что, это было, невозможно угадать, должно быть холодно, а оказалось, жара, 20 градусов, и они проснулись, а когда тебя не просят, пересажив, и не надо пересаживать, какого черта, ты лезешь обрезать, и вдруг, чуть потепление, стимул, для того, чтобы почки полезли, это просто необходимость, как бы сказать, у дерева, инстинкт срабатывает, но не для севера, что толку, что листья, очень упоешь, просто превратился в побег, ладно, высказался, вот он, питомник, зимой, на морозе, вот он, все зимой, на морозе, я уже показывал, вот, посмотрите, что это дает бутылка, бутылка дает прирост, целый месяц, так, знаете, что, успели я, так, 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 аллергия мычает, но забить, так, под бутылкой, плюс, вокруг, минус, там, нет, вот это, приближает, увеличивает шансы, потому что, фактически, лето удлиняется, в сибири на месяц, это мое очередное изобретение, я не говорю, что я первое, это единственное придумал, но, в обиход, в сознание людей, в практику, практика, которая дает, не замерзающий, не убивающий, питомник, вот, короче, скидывайте, скидывайте на бутылку, ничего не знаю, ничего не знаю, скидывайте на бутылку, я столько проявил, это самое, желание всех убедить, а убеждения, вот они, так, как у нас в Украине говорят, сусит, с тобой фляжка, скидывайте на бутылку,